привет всем дорогие друзья вот до чего доводит покупка iphone 12 pro max некоторые друзья мне уже написали антонио ты сдурел он стоит огромных денег ну вот теперь вы видите где я нахожусь что я делаю я жарю сосиски на улице ну не совсем на улице конечно здесь нет постороннего освещения кроме данного огонька мы дожарили свои сосиски я хотел рассказать вам о своих эмоциях чем же порадовал меня iphone 12 pro max конечно первое это его камера то есть вот сейчас меня снимает крис моя жена и камера это то за что я люблю данный смартфон и большой экран это то за что я люблю данный смартфон но за это же я его и ненавижу потому что он максимально неудобен если даже iphone 11 pro max а мне довелось им попользоваться в китае несколько дней он для меня оказался дико большим этот естественно кажется еще больше ну на самом деле мне кажется дело вкуса это дело привычки то есть многие люди говорят я походил с ним и мне он понравился на самом деле нет это также как с к видом или с масками вы походили с ним и вы к нему привыкли то есть вы просто привыкли к тому что он огромный он выпирает из вашего кармана если вы надели брюки и он у вас лежит это смотрится абсолютно уродски особенно для таких ребят как я когда у меня и так большие ноги и плюс еще такой iphone здесь торчит это прям скажу я вам то еще чувство и самое интересное вот я сделал сравнение ван класс 8t и iphone 12 pro max сравнение камер в ночное время суток и некоторые ребята особенно моем сообществе и мне лично сказали что ну антон iphone стоит очень дорого ван класс 2 или в три раза дешевле в комментах мне кто-то такое написал и это правда но снимает он не в два и три раза хуже он снимает где-то хуже где-то также где-то у них полностью паритет и получается так что за что мы платим в два раза больше естественно я понимаю за что я плачу здесь 10 бит здесь хорошее видео видео которое я могу снимать на автомате и плюс-минус получает то же самое что я снимаю на соньку или на гаш или на canon возможно же iphone снимает интереснее чем canon 90d который был у меня и который таскался бы помимо айфона а тут только iphone только криз которая снимает меня спокойно и вот маленький костерок вот такие вот мысли быстродействие большая батарея крутая камера и конечно же ios это вот плюсы данного смартфона минус это огромный размер эти квадратные рамки дизайн который просто кричит как дискотека 80-х и 90-х а ностальгии а ностальгии многих юзеров а ностальгии дизайнеров компании apple он кричит а верните мне мои там двухтысячные когда iphone был квадратным вот ничего нового они не придумали не дальнем этот дизайн он не очень удобен для такого большого смартфона есть достаточно большое количество людей которые жалуются на экран экран не тоже тут кажется более зеленым смотрите видео вы видите что на ванплассе или на mi 10 light белая цвета более белая здесь же зеленый цвет это какой-то странный зеленый вот есть много поводов ругать данный смартфон но есть повод и похвалить эта камера еще раз повторюсь и размеры для этой камеры достаточно компактный а вот для смартфона достаточно велики и еще здесь мне нарисовалась проблема то есть никогда такого не было это на самом деле было iphone 5 они видимо не только дизайн скопировали но и проблемы здесь по слухам и разговорам на разных форумах облезает вот эта рамка у меня тьфу 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 все в порядке но есть вторая проблема у него немного хуже связь нежели у предшественника и тем более хуже связь чем у сяоми и ванпласса у хуавы и остальных то есть вай-фай в ловит хорошо в принципе неплохо а вот 4g на растест версии ловит одинаково с сингапурской версией и с айфон 12 мини и с айфон 12 здесь 4g по мощности совсем никакой вот это мой отзыв